Здравствуйте! В этом видео я вам расскажу, как правильно приготовить компостную кучу из больной травы, которую мы сейчас скидываем все в одно место. Получается вот такое вот большое прекрасное удобрение абсолютно для всех культур. И для картофеля, и для томатов, перцев, огурцов. Я вам показываю все свои урожаи. И эту компостную кучу я делаю именно в осенний период. Эта компостная куча перегниет намного быстрее. Раз в 10 быстрее это точно. И заменит перегной, который стоит больших денег, около 5-6 тысяч за машину. А также за навоз, который стоит сейчас просто бешеных денег. Я вам показываю и моркови, и картофель, и томаты. Все, что у меня есть, растет. Я вам все показываю. Это все благодаря именно подкормкам и обогащению почвы в осенний период. Весной я очень редко обогащаю почву какими-либо средствами. Все готовлю именно с осени. Вот сейчас нужно подготовить компостную кучу для того, чтобы получить такой богатый урожай уже следующим летом. Почему именно в осенний период нужно готовить землю к богатому шикарному урожаю в следующем году? Потому что если вы сейчас не обеззаразите почву, не обогатите ее, то весной при простых подкормках она у вас просто не даст хороший результат. То есть нужно, чтобы все там перегнило, переработалось, прошлись червячки, жучки. То есть все это прорыхлилось у нас в земле. Земля стала реально обогащенная, рыхлая. Это нужно делать в осенний период. Я уже много раз вам показывала много способов, как можно практически бесплатно обогатить нашу почву. Итак, вернемся к компостной куче. Сюда я складываю абсолютно всю ботву. И от картофеля, и от свеклы, и от моркови, и даже от томатов. Многие противники того, чтобы складывать ботву от томатов. Но если она у вас не больная, то можно ее складывать сюда. Смотрите, здесь у меня есть и от кабачков, и от многого другого. То есть абсолютно все, что было у меня в этом году, мы скидали сюда в большую кучу. Эта куча у меня не закрытая в данный момент. После того, как мы сделаем с вами все действия, я ее в конце обязательно закрою материалом. Это делается для того, чтобы начало все преть, перегнивать. Вот так вот в конце участка за теплицей у меня спрятана вот такая вот куча. Здесь даже и помидорки. Не беспокойтесь, все перегниет. Многие говорят, что больную ботву нельзя сюда кидать. Но если у вас, конечно, больная ботва, то желательно ее сжигать. И это уже будет как тоже большое, хорошее удобрение. Причем бесплатное для земли. Сжигаем и раскидываем по грунту. Но здесь у меня только листва. Есть некоторые отходы. Старые кабачки. Вот тут лежат помидоры, огурцы. В общем, есть и отходы различные. Даже есть очистки картофельные. Все это перегниет. Это делается для того, чтобы быстрее перегнивало. Но первым делом для обеззараживания этой компостной кучи я применяю фитоспорин. Очень много споров. Многие прям спорят, что не нужно здесь ничего обеззараживать. Само все перегнинет. Но нет, я применяю фитоспорин. И поливаю эту компостную кучу. В среднем 10-15 ведер. На 2 на 2 у меня кучка. Берем 2 пачки пасты фитоспорина. И разводим ее в 800 мл воды. По инструкции получается 200 грамм пасты на 400 мл воды. И далее применяем 3-4 столовые ложки на одно ведро. И поливаем компостную кучу. Компостную кучу обязательно проливать нужной водой. Она не начнет у вас ни гнить, ни преть, если в ней нет именно влаги. Именно в правильном компосте большая часть болезнетворных различных микробов, даже включая грибы, они погибают, потому что идут активные процессы. Но если даже применять фитоспорин для обеззараживания, то потом мы будем применять специальное удобрение для того, чтобы быстрее все перегнивало и наоборот пошли у нас все эти микробы, грибы и многое другое. То есть все заработает. Главное применять правильное удобрение. Итак, для того, чтобы куча быстрее заработала, нам понадобится всего одно удобрение. Оно стоит буквально копейки, около 50 рублей. Я покупаю его именно в осенний период, потому что делаю компостную кучу именно с осени. Сейчас активно идут скидки в различных магазинах. Это удобрение называется мечта червяка. Я думаю, вы все его знаете. Стоит оно очень дешево, хватает на 1000 литров такой баночки. То есть это реально 1 столовая ложка на 10 литров воды. Именно таким раствором я обогащаю и запускаю все процессы в компостной куче. Прошло от фитоспорина у меня 5 дней. И сейчас я буду именно поливать в среднем тоже около 10 ведер на кучу 2 на 2. Очень хорошо потом уже в будущем насыщают почву необходимыми питательными веществами и минералами, когда мы будем использовать эту компостную кучу, раскидывая по земле. Очень хорошо повышает урожайность, очищает почву, а также помогает экстренно реанимировать почву, если она у вас больная и уже не плодородная. Химический состав в этой баночке очень богатый. Есть и гуминовые кислоты не менее 20 грамм на литр. Есть массовая доля сухого вещества не менее 10%. Есть массовая доля органических веществ не менее 8%. А также кислотность от 6 в среднем до 9,5%. А также есть и содержание питательных веществ. Есть азот, фосфор, калий, микроэлементы, железо, марганец, цинк, медь и бор. Таким составом мы обогащаем нашу кучу всеми полезными макро-микроэлементами, которые в будущем нам только будет на руку и будет у нас хороший богатый урожай. Такие действия я уже проделывала и в прошлом году, и в позапрошлом году, но применяла немножко другое удобрение. В прошлом году применяла именно это. Эта банка у меня до сих пор стоит, потому что применяю ее только для кучи. Еще раз повторю вам, 1 столовая ложка данной пасты на 10 литров воды. И далее уже смотрите на свою компостную кучу, сколько нужно применять ведер. Тут даже на баночке написано на 150 кубов компоста. Это просто невероятно. Я думаю, такие даже баночки за 50 рублей можно применять именно в фермерских масштабах, когда большое количество земель, и мы хотим обогатить именно компостом нашу землю. Если у вас нет компостной кучи, вы не собирали траву все лето, вы не скашивали газон, или, например, вы сожгли всю ботву, она у вас была больная, то можно просто поливать по земле. Точно так же берем 1 столовую ложку на 10 литров воды и проливаем землю после сбора урожая картофеля, томата, перцев, огурцов. И мы точно так же будем обогащать нашу землю полезными макро-микроэлементами. Таким раствором можно проливать и в весенний период, именно перед посадкой каких-либо культур. Например, перед тем, как сажаете свеклу, либо картофель, то можно пролить этой пастой. Тоже будет обогащение почвы. Но лучший и самый идеальный вариант это компостная куча. Компостная куча у нас перегнивает. В весенний период мы ее раскидываем по огороду, перекапываем, и у нас будет рыхлая обогащенная почва. С такой баночкой вот эти все веточки перегнивают в 3-4 раза быстрее. Нам как раз и нужно, чтобы быстрее все перегнило. Становится вот такое вот мелкое шикарное удобрение, которое можно потом будет раскидать. Чуть позже это все превратится в перегной, который я буду применять в весенний период. А сейчас мы все это накрываем большой тканью, либо пленкой, и пусть у нас преет до весны. Ну а на сегодня это все. Заходите на мой канал, смотрите другие видео про подкормки для земли в осенний период, как ее правильно обогатить, какие использовать средства. Всем спасибо и до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!